всем привет музыка у нас веселая жизнерадостная бодрая мажорная и драйвовая я имею ввиду блюз я имею ввиду рубрику 33 аккорда хотя 33 аккорда название полная иронии и отсылает к телевизионной программе три аккорда намекая на то что блюз построен якобы на трех аккордах хотя конечно же нет но в данном случае ирония неуместна потому что группа крим пара пластинок которые вот у меня здесь стоят остальные стоят на полках и о них мы следующий раз поговорим группа крим первый альбом фреш крим 1966 год здесь ирония неуместная повторюсь потому что музыка у крим достаточно сложная достаточно имеет крен серьезный джаз крен серьезный в то что стало потом называться прогрессив роком крен серьезный вообще в серьезную музыку сложную со сложными вокальными гармониями гармонии в смысле многоголосия вообще в рок музыки вокалу уделялось и уделяется более чем пристальное внимание и мы слушаем то в общем в основном конечно я я не буду говорить о инструментальной составляющей но первое что мы слышим мы слышим голос всегда да не говорю об инструментальных группах а о том что играется в группах вместе с вокалом на инструментах но человек так устроен что он слушает голос всегда преимущественно и в этом смысле русские наши рок-группы конечно сильно отстают потому что таких мощных вокальных гармоний которые всегда были есть и будут в рок музыки как-то нас этим делом достаточно хроменько хорошо если двухголосие где-то мы слышим но не более того такие вот мощные вокальные построения из там трех четырех голосов чё-то с этим как-то не очень я не беру группу песниры которые многие наверное вспомнят потому что это на мой взгляд никакая не рок-группа вообще это вокальный инструментальный ансамбль который пел и играл народные песни и на основе народных песен ну там рок-музыки я там честно говоря не читаю нигде вообще это совсем другая история называть можно и рассказывать все что угодно про это дело но то что мы слышим это 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 другое как как и в определенных кругах принято говорить который мне не отношусь кстати так вот в 1966 год фреш крим джинджер бейкер джек брус и эрик лептон джинджера бейкера я назвал первым потому что он считает что группа крим это было его группа его детище он был главный черт сейчас разберет как все происходило на самом деле кто первый сказал ну что как в анекдоте помните про футболистов кто вчера первый сказал ну что но все эти трое музыкантов джинджер бейкер джек брус и эрик лептон уже в ту пору были настолько матерыми исполнителями композиторами и художниками своего дела что можно говорить только про 33 аккорда они про три уж в любом случае джинджер бейкер и джек бриус играли в группе грамм бот играть грамм бонд организейшем вместе с грехом с грехомом бондом с граммом бондом если уж так пошло ну и в разных коллективах помимо грамма бонда играли с алексисом корнером эрик лептон играл в разных проектах совершенно ну про ярдбердс понятно что в ярдбердс он блистал играл с джоном майлом уйдя из ярдбердс и записал альбом совместный джон майл эрик лептон про который есть ролик кстати на канале но характером он был как сказать не то чтобы неуживчивым характером он был таким немножко в сторону беспредела уходил в ту пору и с джоном майлом поработал но дальше работать не стал а как раз слился в экстазе с джинджером бейкером и джеком брюсом образовав группу крим которая потрясла мир которая дала нам не только блюзрок в виде там влад запилен да а дала нам вообще тяжелый рок по-настоящему в параллель с группой арен бутерфляй в америке крим в англии конечно это был такой hard в ту пору такой страшный тяжелый рок в ту пору сейчас конечно сотни раз тяжелее играют люди звучат точнее играют ладно играют звучат технологии меняются звук меняется настроение меняется все меняется жизнь меняется тяжелее все но на тот момент времени конечно так никто не играл и гитара никогда не было так впереди так громкой так впереди и так rock вот звук роковой гитары конечно Это номер один группы Крим. До Крим нигде, никогда ни у кого так гитара не звучала впереди. Она звучала так только у американских блюзманов. Когда выходил Моди Уотерс, когда выходил Бадди Гай на сцену, гитара вперед, все внимание на нее. В Англии, в Америке такого не было совсем. Даже группа Битлз, даже группа The Rolling Stones, даже группа The Who в 1966 году, хотя и играли уже рок, и уже было все тяжело, и у Битлз было достаточно тяжело в записи, хотя концерты уже канули в лету. Но гитара Харрисона, гитара Леннона, гитара Маккартни, который частенько играл на гитаре, помимо баса, все равно это было так, 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 немножечко так, так, притушено, притушено. Даже у Дэху было притушено, да у всех было притушено, 1966 год. А здесь просто сразу хлестко пощечинами Клэптон залиплял так, что, конечно, это была фантастика. И с первой вещи сразу начинаем NSU, песня Брюса, сразу полный вперед, Sleepy Time Time, второй номер, классический блюз, совершенно сочиненный тоже Брюсом, но очень тяжелый, вязкий, гитарный, и вот здесь, конечно, в первой вещи Клэптон сразу врубает аккордами, и соло все это летит. А Sleepy Time Time уже просто тяжеловесно прижимает к земле, вот такой вот английский блюз-рок родился здесь. Хотя с Джоном Майлом Клэптон играл тоже, ну, там более академический все-таки был блюз, хотя он там тоже, у него горела гитара, горела и выжигала все, но Майл немножко его все-таки удерживал в узде, держал его под узцы. А здесь, ну, это просто что-то страшное, и барабаны Джинджера Бейкера, вот эти вот томы, невероятная работа с томами, которые тоже, тоже так было не принято играть. У него джазовая манера абсолютно, ну, такая какая-то, настолько тяжелая, настолько увесистая, так у него эти томы грохочут всегда, что, ох, какой-то просто гром небесный гремит. Ну, и Джек Брюс на бас-гитаре выделывал джазовые свои чудеса, постоянно во всех песнях, сплошную, просто проигран вот этот, мелодические линии басовые, тоже не слишком легкие по звуку. Ну, однако, после двух этих первых песен, тяжелых, Dreaming, песня Брюса, чистая психоделия с голосовыми раскладками. Это не космос, это, скорее, какое-то такое поле, безбрежное поле, эхо, откуда ни возьмись, хотя горы нет на горизонте. Ну, вот эти голоса переплетаются, переплетаются, разлетаются, слетаются снова в одну пачку, и так это здорово. И все это с томами, конечно, Брюса, в смысле Бейкера, с басом Брюса, и все это очень так, очень странно, неожиданно. Sweet Wine вообще практически, не знаю, арт-рок, прогрессив-рок. Ну, блюзовая песня, ну, так она разделана вся, так она вся выстроена необычно, с резкими рефренами, со сменой ритмической структуры, как-то неожиданно, вот так вот все. Такая дерганная достаточно песня, но красивая. Ну, и пятый номер Spoonful, Вилли Диксона, превзошли уже и Вилли Диксона, превзошли уже и Мадди Уотерса, превзошли все Чикаго и весь Техас вместе взятые. С такой ломовой, просто какой-то асфальтовой, асфальтоукладочной тяжестью все это сделано, и длинный, длинный номер, такой. Здравствуйте, тинейджеры, что называется. Здравствуй, Джон Майл, ты играешь очень красиво, академично, а мы вот так вот, бац, вот, и все, и вперед. Вторая сторона вся практически состоит из стандартов. Cat Squirrel, инструментальный номер, где немножко покричали артисты. Ну, Клэптон здесь оторвался по полной программе в этом инструментальном номере. Дальше песня Роберта Джонсона, For Until Late, дальше песня Колтона Смита, The Coffee Song, и прекрасное исполнение Rolling and Tumblin, Мадди Уотерса. Что я могу сказать? Я думаю, что чикагские блюзмены, если услышали вообще вот эту версию Rolling and Tumblin, они группу Крым завернули, наверное. Они привечали, как мы знаем, The Rolling Stones, потому что они очень классно играли блюзовые стандарты, очень точно понимали их, очень здорово исполняли. Джаггер прекрасно их пел. И в Чикаго их полюбили. Я не знаю, это мои предположения, мои фантазии относительно группы Крым, потому что такой бардак, который устроен группой Крым на Rolling and Tumblin, он может привести любого автора в ужас. Потому что это кошмарный ужас, это адский музыкальный бардак в хорошем смысле, который слушать очень интересно и приятно. Но я не знаю, каково автору было, каково было Мадди Уотерсу, слышал ли он эту версию, я думаю, что наверняка, конечно, слышал. Но это такое просто ощущение, что голодные, какие-то голодные паломники, пилигримы, голодные, бродившие по лесам три месяца изможденные люди вдруг дорвались до царского пира и начали жрать все подряд, все подряд жрать, производить звуки разнообразные, соответствующие. Сало летит во все стороны, ошметки мяса, кости бьются о стены, но выпучив глаза, люди продолжают жрать. Такое ощущение от этой безумной игры, от этой безумной версии Rolling and Tumblin. Это настоящее зверство. Так блюз, не знаю, играл ли кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь. Никакой Stooges тут рядом не стоял, хотя Stooges это не блюзовая группа, а я имею в виду вот этот вот беспредел, устроенный музыкально здесь. Это, конечно, очень сильно. I'm so glad, скипа Джеймса. И Toad, песня Бейкера, песня очень хорошая, которая практически вся состоит из барабанного соло, где дана воля этим самым томом фирменным, которые и здесь томы, и здесь томы, и две бочки. И все вот это вот... Черная туча прилетела и повалил град вот такого размера. И он валит минут 7 примерно с грохотом по крышам, по асфальту, по людям, по башке. Вот этот град просто, вот сметая все, машины разбиваются, стекла вылетают из домов, и все. А Джинджер Бекер фигачит просто по томам, по своим, с дикой совершенно яростью. Вот такая замечательная пластинка вышла в 1966 году. А в 67-м вышел Дизраэль и Гирс. Отдельно нужно про эту штуку говорить, потому что она, конечно, по глубине, по кайфу, по музыке, по необычности, по качеству исполнения. Она превзошла, наверное, все, что было, во всяком случае, в Англии в 1967 году. Сказал ересь, потому что были The Beatles, были The Rolling Stones. Но это, опять-таки, это другое, как говорят, в определенных кругах, к которым я не отношусь. Это очень интересная штука. Да, отдельно мы про нее поговорим. А пока найдите в интернете, если вы никогда не слышали группу Крим. Искать несложно, я думаю, все доступно. У меня ведь какая она японская, красивая, дорогая. А я ее люблю, люблю, налюбоваться не могу на нее. Успойно, хорошо. Так что 33 аккорда с группой Крим. Скучно вам не будет точно. А если будет, то поставьте сначала. Сначала и послушайте еще раз. Если еще раз будет скучно, Ложитесь спать, проснитесь утром, включите... Включите... Ну, хотя бы... Хотя бы Sweet Wine включите. А на ночь включите Dreaming. И будет вам счастье. А я пошел пить. Пока. Продолжение следует...